80 лет назад, 17 июля, началась Сталинградская битва. Это одно из самых крупных и ожесточенных сражений, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной войны. В городском округе Люберцы еще есть очевидцы тех страшных событий. Один из них – Виктор Волчков. В гостях у участника войны, которому 7 июля исполнилось 100 лет, побывала наша съемочная группа. Виктор Волчков родился в многодетной семье в Орловской губернии, окончил школу и поступил в авиационное училище, которое сначала в Великой Отечественной эвакуировали в Алтайский край. Летом 42-го положение на фронте осложнилось. 17 июля немцы начали наступление на Сталинград. Нас всех курсантов в рядовые и на защиту Сталинграда. Попали под Сталинград и начали отбивать фашистов. Это одно из самых крупных и ожесточенных сражений, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной войны. Рядовой Волчков попал в лыжный батальон. Морозы были суровые. И немецкие войска, и румынские погибали на поле боя и от ранений, и от перехлаждения. Нас хорошо обмундировали, одели хорошо. И подшлевники были, и телогрейки были. Так что мы, конечно, страдали. Около 30 градусов было. Но мы продвигались вперед. Немцы отступали в сторону Ростова. Уже к весне 43-го года советские бойцы в их рядах и Виктор Волчков добрались до Донецкой области. Укрепив позиции, летом начали наступление под Саур-могилой. Но фашисты не сдавались. Они нас здорово щипали авиацией. Мы потихоньку, как могли, продвигались там. Там меня под Саур-могилой ранило. Виктор подлечился и снова на фронт. Попал в Приднепровье. В январе 44-го связист Волчков должен был выполнить очередное задание – обеспечить связь командования дивизии с частями. Вооружившись катушкой с проводом, Виктор начал перепрыгивать через окоп. Но в это время под ним разорвался снаряд. В результате – серьёзная контузия. На фронт боец больше не вернулся. День победы я встретил в кавалерийском училище. Нас год учился я. Настал день победы. Нам продлили учёбу на год. После окончания училища младший лейтенант Волчков направлен на службу в Германию. После демобилизации окончил Одесский инженерно-строительный институт. Трудился на строительстве крупных насосных станций, резервуаров для нефтепродуктов на НПЗ в Капотне. И три десятилетия проработал в проектном институте. Сердце моего долголетия в том, состоит в том, что я вёл умеренный образ жизни, не пьянствовал. А ещё секрет долголетия Виктора Сифановича в том, что он всю жизнь много работал, в том числе над собой. И всегда стремится делать людям добро. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.